И сегодня наш специалист, профессиональный стилист и визажист Светлана Руденко. Доброе утро, Светлана. Доброе утро. Здравствуйте. Обсуждаем мы сегодня осенний макияж. Ну, с удачной девочки, все. Куда пошел? Мы про мужчин тоже будем разговаривать. Про мужчин, да, тоже, наверное. Может быть, с них и начнем. Про мужской макияж. Про них же быстренько, коротко там. Какой у них есть? Да даже, думаю, и не надо. Как? Ну, бороду отрастил и хватит, да? Ну, сейчас уже, да, тенденции такие, что, наверное, и борода уже не модно. А что модно? Ну, ухоженность. Так, то есть чисто выбритые, как яичко блестящее. Ну, не барберские. Ну, так вот у Александра прекрасно. Так нормально, да? Да, идеально. Спасибо. Ага, ну все, теперь можешь идти. В тренде. Так, что касается нас, девочек, что меняется в связи с переходом с лета на осень? С лета на осень. Да. Есть некие вещи, которые остаются неизменными. Вот, это очень хорошо, это отдельный вопрос прям, да. То есть то, что является ежегодным. Одно из другого. Давайте, начинайте. Чистая и ухоженная кожа. Это самое главное. Легкий тональный, который практически незаметен. Слава Богу, уходит у нас скульптурирование, которое было. Помните, такие оранжевые пятна на щеках девушки делали? Ага, ага. Вот, скульптурирование светом, скульптурирование тенью. Я быстро стерла щеки. А все прекрасно. Вот розовый, вот этот вот румянец, который... Как естественный смотрится, да? Естественный. Вот когда вы себе представляете, как он должен... Как в сказке Морозка вот эту... С веколкой. У нас на самом деле можно уже скоро будет румяна не покупать, у нас минус 40 скульптур. Да, да, да. И принцесса. Королей. Влажная, да. Вот, розовые вот такие вот натуральные щечки, подсвеченная кожа, именно как влажная, не светящаяся с блестками перламутровыми бесконечными, да? Так, а чем добиваться вот этого эффекта влажности? Это может быть даже BB-крем, который вот там практически 80% увлажнений, всего 20% пигмента. Ну, в разных марках этот пигмент меняется, там плюс-минус, да, но в большей степени это увлажняющий эффект. И вот увлажненная кожа, вот если вы на малышей смотрите, да, они такие все милые, изнутри светящиеся кожицы, вот такие вот хочется. Вот это вот сейчас... Хочется купить детский крем сразу, да? Не думаю. Индустрия красоты работает не для этого. Детский крем, пожалуй, не надо. Да, ты еще раз думай, при чем шутить. У нас на самом деле огромный выбор для женщин, в зависимости от ценового сегмента, который она выбирает. Но я думаю, что его можно выбрать даже в не очень дорогих брендах, какие-то вещи, которые вам подходят. Это самое главное, чтобы вам подходило. Так, это мы сейчас про кожу поговорили, про щечки. Про щечки, про кожу, про внешний вид. Что мы, про бровки давайте? Давайте про бровки. Брови тоже покидали вот эти вот широкие... Наконец-то. Все ждали. Все ждали, нас услышали, транссеттеры спустили, наконец, вниз к народу, что расчесанные, натуральные. То есть достаточно геля для укладки. Гель можно с цветом, можно без, в зависимости от роста волос. То есть бывают же густые брови. Бывают брови не очень густые. Александр очень любит вас, слушай. Возьмем их спиртом в следующий раз. Чтобы быть в теме. Да, да, да. То есть во всем натуральность, что ли, не понимают, что происходит вообще? Да, 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 да. Тенденция идет на натуральность. Если мы говорим про цвета и некие креативы, потому что нельзя же только в плоскости рассматривать, да, что вот все-таки натуральные ходим, то у нас появляются бронзовые какие-то оттенки. Это мы говорим уже про тени, да. То есть это металлические оттенки, это бронзовые оттенки. Красивые графичные стрелки на глазах, ресницы. Это вот так вот, вот сюда вот, когда вот. Палочки. Да, да. Да, палочки такие. Как у Светланы Светличной в фильме. Да, да, да. Ну, типа а-ля 60-е. Да, да. Вот это мне нравится. А я хочу немножко к бровям вернуться. Я слышала, что асимметрия сейчас естественная в моду входит, что вот эти вот, когда по линейке рисуют. Да, конечно. Вот это все ушло. Это вот все в натуральность как раз идет. Вот, то есть если у вас бровки асимметричные, подчеркивайте это, да? Вот я вот такое слышала, правильно? Ну, нет, подчеркивать нет. Смотрите, у нас же все идет с подиума в любом случае. На подиуме сейчас разные направления, но это как, что вам душенька угодно. Есть моменты, когда просто линией внизу подчеркивается бровь, все остальное просто расчесывается. Ну, то есть как графичная полоса. Не знаю, к нам придет в Сибирь этот тренд. Ну, вот помните цветные брови были? А, нет? Да, у нас был в Сибири этот тренд. Цветные брови. У меня был. Я не видела ни одного человека, Слава. Я вам покажу фотографию. Хорошо. Я не стеснялась. Ну, это в вашей среде вот таких творческих людей в теме, которые... Да нет, тоже девочки, девочки молодые могут себе позволить, потому что когда тебе слегка за определенные цифры называют, да, то здесь уже такие вещи неуместны, если ты не какая-нибудь сумасшедшая дизайнер, да, то есть настолько конгруентность, она должна быть, да. То есть если ты внутри, да, то есть если ты внутри творческий тебя распирает, просто несет, и таким образом ты проявляешься еще через внешние вещи, да, то есть не бывает же, да, что ты ходишь с пучком серая, однотомная вся, а у тебя идей там бесконечное множество. То есть это в любом случае транслируется и на внешние какие-то... Творческого человека видно издалека. Ну, да, да, да. Зеленые брови, да? Ну, допустим, раньше. Фиолетовые волосы. Вот с волосами все понятно, много цветов волос, а вот брови я, правда, не видела, очень интересно. И это уходит, да? Были такие тренды, да, что вот цвет был в моде, но давайте вспомним на самом деле ту же скульптуру, которая пошла от Ким Кардашьян. Все знают, да, никто не может объяснить, кто это, но все знают. Да. Это, кажется, жена Павдеде, нет? Или Кенни Уэста? Кенни Уэста? Нет. Да? Да никто не знает, кто это. Но все знают ее. И главную особенность ее знают. Мы пока разговариваем, мы знаем, что скульптура точно была. Вы про фигуру говорите? Про фигуру? В том числе. Хорошая фигура. Да. Ну, это сам обсуждаемый момент в ее биографии просто. Одна из частей. Так, скульптура ушла, брови неестественные ушли. Брови естественные пришли. Пришли. А если мы говорим про творчество и про некий креатив, то это вот эта вот линия, которая подчеркивает внизу бровь. Она может подчеркивать асимметрию, утрировать не надо. Ну, то есть вот она… Подчеркивать специально, выделять там, да, что-то вот, писать на лбу, что, видите, моя асимметричная бровь должна. Вы знаете, у нас же мы живем, наверное, в стране, в регионе, где не бывает середины. Бесконечно куда-то заносит, да, то есть такие утрированные формы. Если натурал, да, то умылся с утра и пошел, да? Да, 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 да. Кэнни Уэст. Так, а мы согласились, Кэш. Кэш, искал все это время. Дорожий человек. Давайте сделаем паузу. А давайте. Послушаем рекламу. Это надо обдумать. И вернемся в студию. Девчачий выпуск. Стилист и визажист Светлана Руденко у нас в гостях. Продолжаем, а с головой. Я еще тут. Так, глаза, брови обсудили. Про губы что-то вы еще хотели добавить? Про губы, да. Если мы говорим про яркие какие-то оттенки, то цвет марсала у нас, ягодные оттенки. Очень приветствуется, у нас же не уголовный кодекс, да, то есть по возможности приветствуется некий глянец на губах. И еще это не яркий контур, не четкий. То есть линия губ верхняя и нижняя, она должна быть чуть-чуть подразмыта, скажем так. Потому что если мы сейчас делаем это все очень четко, то это выглядит винтажно. И тогда этот винтажный образ должен быть весь гармоничный. То есть, например, а-ля 80-е, да, потому что в 80-е у нас тоже были ягодные оттенки популярные, да, четкий контур, да. Помните, такие черные, по-моему, там 80-е, 90-е. Я что, выдаю свой возраст? Я сожрала, чтобы красиво. Подождите, я по картинкам все изучала. Красная помада, чтобы выбирать. Нет, красная нет. У вас по-прежнему в моде вот это вот, как будто бы чебурек покушали, и вот этот жир остался на дулах. Ну, подождите, у меня красиво. Ну, естественно. А, это ягодно? Нет. Это естественно. Отмытый, натуральный, да. Ну, я говорю, это естественно, я ей сказал. Я хотела сказать, что сейчас Саша скажет все субъективно. Ну, мне кажется, мило, да? Очень, очень хорошо. Саш, не замирайте. Я сказал, что это естественно, да. Вот, такие натуральные, в основном розовые, розоватые, бежево-розовые, и все, что касается щек, все, что касается губ. И все с блеском таким, да? Нет? Ну, с глянцем. Матовые могут быть, да. Цвет марсала, он никуда не уходит. Марсалы? Да. Вино. Ну, примерно. По моему взгляду стало понятно, что надо переводить. Очень выразительно зато. Ну, примерно. То есть матовые, во-первых, матовые не всем идут, и это надо четко понимать, кому стоит наносить матовые, а тем, кому нет. А глянцевые практически идут всем, и плюс еще, если у девушек есть желание увеличить слегка объем губ, это не инъекции, да, то за счет цвета и за счет глянца можно абсолютно спокойно это сделать. А по поводу стрелок, их формы, вот они что же разные бывают? Графика. Графичные, практически нерастушеванные. А, все, понятно. То есть вот прям, как Саша сказала, действительно светличные, да? Вот как ему нравилось, да, вот светличные. Это мои фантазии детские. Мне кажется, светличные, да, она такая секси-миловая. Широкие такие, да? Широкие, а-ля Кристиан Диор, вот подиумные показы, да, это очень красиво. Ну, тоже, опять-таки, видите, не всем же могут пойти такие стрелки, поэтому здесь надо все-таки как-то варьировать, потому что иногда хочется и можется, это немножко разные вещи. Ну, если не можется, тогда, естественно, что-то, да, на глазах? Абсолютно верно. Если не стрелки, то что это? Тени какие-то? Еще раз какие вы сказали? Это могут быть тени. В основном это бронзовые оттенки сейчас, да. То есть тенденции, например, свадебных макияжей, да, это тоже металлизированные тени. То есть раньше у нас были персиковые оттенки у невест, да, то есть это же своя индустрия, вот, персиковые оттенки, очень нежные оттенки такие, может быть, натуральные под кожу. Сейчас это металлические, ну, допустим, диско, да, ну, представляете, стих такой. Что-то с космосом еще, да? Космические, да. Это как ее, ну, она самая, да? Кто она? Спейс. Ну, наша-то звезда. Да, у нас сейчас Саша загуглится. Наша звезда? Да. Надеюсь, про меня нет. Так, понятно. Вот хотели еще про прически узнать, раз уж вы и про них можете сказать. Да, прически. Может ли быть вообще мода на прическе, да, или все-таки это больше возрастное какое-то такое, в зависимости такая от возраста? В зависимости от возраста длина волос только регулируется. Чем старше, тем короче? Да, абсолютно верно. Рапунцель уходит, да. Вот, поэтому здесь же мы говорим о том, как это выглядит, да. Многие женщины себя со стороны субъективно все-таки воспринимают, да, то есть они привыкли, что у них распущенные локоны, а за распущенными локонами надо ухаживать. А у нас, ну вот, к моему сожалению, редко кто это делает, потому что у нас женщины работающие, бесконечно выращивающие детей, делающие обеды. И что они делают? Они делают хвост. Ну, то есть что такое длинные волосы? Это хвост или коса? Да. Насколько это прическа, для меня понятно, что нет. Элемент прически это вообще-то по идее считается. Ну, нет. То есть, ну, шапочку можно надеть тоже, знаете. Ну, такой сеть впереди. Потому что здесь неестественность, здесь нужно ухаживать. Здесь надо ухаживать, это тоже большой труд, и не каждый может себе выделить, наверное, время. Или ленится, возможно. Что касается цвета. Вот я слышала, сейчас седина очень в моде. Вот искусственная седина. Молодые девочки красятся в серый. Ну, не серый, наверное, больше холодные оттенки. Прям серый, прям седой. Прям инстаграм заполонен. Ну, возможно. У нас же инстаграм, это не совсем, фильтруйте называется. Вот. Сейчас что модно? Сейчас модно поспала и пошла. Да? Ну, из серии, да. Я в тренде опять. Очень удобно, да. Когда уже седые корни в моду войдут, я не понимаю вообще. Боюсь, что я буду против. Ладно. Света, спасибо большое. Напоследок мы еще хотим от тебя кое-что услышать. А время-то незаметно пролетело, я только начала разогреваться. Надо будет встретиться. Да, конечно. Еще приходите. История коротенькая, смешная, напоследок. Последок, место прощания. Давайте расскажу вам один из случаев на Fashion Week в Москве. Была такая история. Все понимают, да, кто такие творческие люди. То есть я понимаю в моей голове это есть, как это транслировать людям, находящимся рядом. Здесь уже, ну, сложный процесс. И к нам приходит дизайнер, показывает нам фейс-чарт и говорит, ну, мне нужна помада, но я не могу ее отобразить. Ну, цвет непонятен. Выложили, все стилисты пришли, выложили все помады, 300 миллионов помад, которые были. Все не то. Давайте смешивать, все не то. До этого я в ЦУМ зашла, купила себе лично помаду, того оттенка, который я хотела. Я понимаю, что у нас процесс затягивается, скоро моделям на подиум выходить. Я просто, ну, знаете, вот чувство сострадания, да, я ее показала. И вы же понимаете, да, она подошла, и моя помада личная ушла на всех моделях. Абсолютно верно. И вам никто ничего не компенсировал, да? Нет, конечно. Спасибо, да хоть сказали. Ну, как бы чувство удовлетворения было. Вот это главное. Красота требует же. Конечно. Стилитель и визажист Светлана Руденко была у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо. Приглашайте. Спасибо.